Здравия всем любителям хоккея! На этой неделе хет-триками отметились Тайлер Энис, Дилан Строум, Джей Ти Миллер и Майкл Бантинг. Кирилл Капризов набрал 100 очков за 92 матча и в точности повторил достижения Конора Макдэвида. Защитник Филадельфии Кит Йенделл – новый железный человек в истории НХЛ. Он провел 966 игр подряд, и эта серия продолжается. Дрю Дауте преодолел рубеж в тысячу игр. Также на неделе прошли церемонии по выводу из обращения номеров Сергея Зубова в Далласе и Хенрика Лунквиста в Нью-Йорке. Ну а теперь к лучшим игровым моментам. Неделя 16-я. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Пулиты – это лучший способ демонстрации техники. А в случае Конора Макдэвида еще и быстроты рук. Юси Сарас просто не смог уследить за шайбой. Без шансов! Все внимание игроков и зрителей было сосредоточено в углу площадки. А на противоположном конце скучал одинокий Энтони Тюклер, которому шайба и досталась. Секундное замешательство нападающего, и Филипп Грубауэр успевает переместиться и отбить бросок со сверхблизкого расстояния. Джонни Гудро принял активное участие в бомбардировке Коламбуса. Общими усилиями огоньки нанесли 62 броска в створ Элвиса Мерзликина. Но Джонни в тот вечер не забывал о партнерах, как детей обыгрывал защитников Блю Джекетс и выдавал шикарные передачи. Сначала на Элиаса Линхольма, а затем и на Мэтью Ткачака. Хоккеисты Оттавы покуражились над Баффало. Адам Гадетт шикарным Финдом убрал Роберта Хагга и выдавал пас на пустой угол Тайлеру Эннису. А затем не повезло Хенри Йокихари. Алекс Форментон и Тим Штюцли устроили образцовую перепасовку, в результате которой канадец отправил шайбу в абсолютно пустой угол ворот. В толкотне перед голкипером не всегда есть место и время для хорошего финта. И в ход идет фантазия. Вот Крис Крайдер, например, умудрился в жутком цейтноте, броском между собственных ног, переправить шайбу в ворота. У Сидни Кросби были схожие проблемы, но он точно таким же образом выдал результативную передачу на Брайана Раста. И стандартное мышление приносит плоды. Джонатан Квик все реже попадает в хайлайты. В матче против Рейнджерс ветеран очень эффектным образом обокрал Джейкоба трубу. Прекрасный выбор позиций и работа ловушкой от двукратного обладателя Кубка Стэнли. Неприятная ситуация, когда в овертайме на тебя выкатываются два самых опасных нападающих соперника. Кейси Дэсмит совершил хладнокровие в подобном моменте и намертво забрал бросок Дилана Ларкина. А перед тройкой призеров минутка полезной информации. Хокеюги – информация для тех, кто реально хочет и готов играть в одной из профессиональных или юниорских лиг мира. Наши друзья из агентства Кейспорт готовы помочь хоккеистам всех возрастов построить достойную карьеру. Ребята уже более 10 лет подряд делают крутые хоккейные сборы, берут на себя все юридические хлопоты, помогают игрокам устроиться в России и за рубежом, чтоб каждый их клиент нашел себе команду по нраву. В апреле этого года в Дмитрове, Московская область, Кейспорт организует уже ставший легендарным международный просмотровый лагерь, вести который будут олимпийский чемпион Евгений Давыдов, тренер КХЛ ХК Сочи Николай Пронин и один из лучших хоккейных агентов страны Андрей Матвеев. Всех участников ждут профессиональные тренировки в зале и на льду, персональные тренинги от звездных участников, фотосессия, подарки и, конечно же, доскональное изучение каждого участника и помощь ему. Не упусти свой шанс. Ссылка на регистрацию в описании. Мало кто из защитников Аризоны мог подумать, что Брайан Бойл будет пытаться забросить шайбу за счет техники, но получилось именно это. Отличный бросок из-под ног. Болельщики на трибунах были в восторге. Чудеса координации продемонстрировал Джейк Эванс. Уже теряя равновесие перед воротами Дакс, он умудрился бросить мимо Энтони Столларза. Невероятная шайба нападающего Монреаль Канадиенс. Не прошло и десяти секунд, как Тревор Зиграс ответил прекраснейшим голом в стиле лакросс. Причем сделал он это так буднично, как будто кладет подобные шайбы пачками в каждой игре. Кажется, тренд, заданный Андреем Свечниковым, набирает обороты. Первое место. Тревор Зиграс, Анахайм Дакс. Пособие о том, как не надо привозить голы в собственные ворота. Сначала друг с другом не смогли разобраться полевые игроки, а затем и Вилли Хусса продолжил спектакль. У болельщиков Блюз в этом моменте всего лишь один вопрос. Че мы здесь происходим? Бонус недели! Настоящий воин Тайлер Бертуци не сдается даже в безнадежных ситуациях. Собственным телом защитил ворота от двух подряд мощнейших бросков в исполнении нападающих Торонто. На последующий за этим баскетбольный наброс Тайлера уже не хватило. Но никто не посмеет сказать, что Бертуци не отдал всего себя игре. На этом все! Пишите в комментариях, какой момент минувшей недели вам заполнился больше всего и почему. А если вам понравилось это видео, ставьте свой еженедельный хоккейный лайк. Подписывайтесь на наш основной и лайв-каналы, а также Инстаграм и ТикТок. С вами была команда Фокс Хоккей. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok